Рисковать своей жизнью ради спасения других, такую профессию может выбрать далеко не каждый. Поэтому в рядах анапских спасателей только самые мужественные, отважные и благородные люди. Они и сегодня в форме на боевом посту, так что в зале далеко не все, кто заслужил награды. За добросовестный труд и мужество, проявленные при спасении людей, сотрудникам МЧС были вручены почетные грамоты и благодарности от имени главы города Юрия Полякова. Также за безупречное служение делу медали от Министерства по чрезвычайным ситуациям России получили 19 сотрудников. Мы провели этот год очень слаженно. Количество пожаров у нас за период прошлого года было увеличено взвое. Тем не менее, те поставленные задачи, которые перед нами ставятся, были выполнены в полном объеме. Мы обеспечили запас и техническими средствами, и оснащением. Мы укрепили усилия дежурной караулы, провели определенную подготовку личного состава, которая в свою очередь дала определенные положительные результаты. В дальнейшем планируем свою деятельность улучшать, строим планы на будущее, создаем и улучшаем свою материально-техническую базу. Анапские спасатели добиваются успехов не только в службе. Среди них много спортсменов и просто творческих людей. Поднимают престиж профессии и прославляют службу на различных конкурсах. В этом году на Всероссийском конкурсе «Искусство на службе спасения» в номинации «Литература» среди 60 подразделений страны победила Анапчанка Светлана Красовская. Я написала Анатолию Дмитриевичу Маврине. Это наш ветеран. Я хочу сказать, у нас в отряде очень много замечательных людей, профессионалов, замечательных пожарных, замечательных офицеров, замечательные ветераны. Поэтому о них писать одно удовольствие. В завершении церемонии награждения для всех спасателей выступили творческие коллективы городского театра. Ах, и целый, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в лесу участиество. Руслан Душевский, Анапа-регион.